Посетить музейно-выставочный комплекс теперь можно по Пушкинской карте. С 1 сентября учреждения культуры городского округа стали партнерами государственной программы, которая направлена на социальную поддержку молодежи. Что из себя представляет этот проект и насколько он популярен в Люберцах, выясняла Луиза Игезарян. Константин Будаев приобрел Пушкинскую карту несколько дней назад. Первым маршрутом по культурным объектам стал музейно-выставочный комплекс. Добрый день. Не подскажете, я могу посетить музей по Пушкинской карте? Сотрудник отсканировал виртуальную карту, вручил билет и пригласил молодого человека в залы музейно-выставочного комплекса. Рассмотрев афишу на интерактивном экране, Константин первым делом отправился в Краеведческий музей. Пропуск везде свободный. Знакомство с экспонатами началось у школьной ретро-выставки, где представлена история советского образования. Далее помещение, где отражена целая мировая эпоха. Здесь собраны уникальные предметы мебели и быта, украшения, аксессуары и одежда. Экспозиция охватывает период от 16 до начала 20 века. Обратите внимание, стол на одной ножке. Стол называется гиридон. Со слов Натальи Васильевны Батко, которая подарила этот там предмет, именно на этом столике Наполеон подписал акт отречения от престола. Стать обладателем Пушкинской карты могут люди в возрасте от 14 до 22 лет. Всё, что требуется – зарегистрироваться на госуслугах, установить мобильное приложение госуслуги «Культура» и получить карту виртуальную или пластиковую. Я на самом деле думал раньше, что Пушкинская карта для школьников. А оказалось, Пушкинская карта действует до 22 лет. И вот как раз я успел оформить. Я могу посетить очень много разных мероприятий, культурных учреждений, музеев, театров совершенно бесплатно. Самое сложное поколение, которое трудно затянуть в музей – это именно 14 и действительно 22. И вот сейчас с Пушкинской картой ребята начали приходить. С 1 сентября, вот прям буквально, как мы только ввели, уже были посетители. Пушкинская карта выдаётся на один год с номиналом 5000 рублей. Потратить деньги можно только на визиты в учреждения культуры по всей России. Билет, купленный по этой системе, становится именным и воспользоваться и может только владелец карты. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.